Война началась, конвенциональная война, 20 февраля 2014 года, к февралю, то есть через, сколько у нас остается, 3 месяца, будет 9 лет, или 4 месяца, да, сколько у нас остается. В той стадии войны, которая началась 24 февраля 2022 года, и которая идет 8 с лишним месяцев, можно выделить 4 основных периода. Первый период с 24 февраля до конца марта, это период попытки так называемого Блицкрига со стороны российских войск. Затем с конца марта до конца августа, 5 месяцев, это наступление российских войск на Юго-Востоке. Относительно успешное, поскольку занимались отдельные территории, отдельные населенные пункты. С конца августа, или с начала сентября, контрнаступление украинских войск, которое происходило относительно успешно, примерно до 6 октября. И, наконец, сами решения были приняты, очевидно, 18 сентября, а на поле боя это стало более заметным примерно 6 октября. Это 4 стадия, или 4 период, чтобы быть точнее, 4 период этой стадии войны, когда Путин и Кремль перешли к эскалации военных действий на поле боя и к эскалации дипломатической, пропагандистской, дезинформационной и прочей другой деятельности. Этот период характеризуется привлечением дополнительных сил, прежде всего с помощью мобилизации и бросанием мобилизованных лиц на фронт, а также подготовкой в тылу более значительных группировок и частей, которые будут в ближайшее время также направлены на фронт. Они сопровождаются более активными боевыми действиями на фронте, они сопровождаются ракетными обстрелами украинских городов и украинской критической инфраструктуры, они сопровождаются массовыми налетами дронов, в том числе иранского происхождения, они сопровождаются массированной кампанией дезинформационной в средствах массовой информации, цель которых, как неоднократно говорил Путин, а также его представители, является заключение соглашения, или переход к переговорам. Вот эта стадия, или этот период, в рамках которого мы сегодня находимся. Традиционно под названием коренной перелом в русскоязычной литературе, или такой плечевой поворот в английской литературе, связывается с крупным боевым столкновением, крупной битвой, сражением или серией сражений, в результате которых инициатива, находившаяся в одной стороне, устойчиво переходит на другую сторону. Мы имели активную дискуссию о том, произошел ли коренной перелом в конце июля, в августе этого года, то есть, соответственно, примерно 2-2,5 месяца тому назад. Ряд наших коллег-экспертов утверждали, что коренной перелом уже случился. Моя позиция заключалась в том, что когда такой перелом случится, мы обязательно об этом скажем, мы это увидим, у нас будет подтверждение. На сей момент пока подтверждения такого рода у нас нет. Даже тот факт, что украинские вооруженные силы начали контрнаступление и провели успешное контрнаступление в Харьковской области, и начали освобождение не только по улице завершили освобождение в Харьковской области, начали освобождение в Луганской области, совершили достаточно успешное наступление в Херсонской области, освободив значительную часть, северную часть правобережного плацдарма. Все это пока еще не свидетельствует о наличии коренного перелома. Можно сравнить эту ситуацию с событиями во время германо-советской войны 1941-1945 годов. Контрнаступление под Москвой в 1941-1942 году привело к освобождению значительной части территории Советского Союза, однако еще не было коренным переломом. После чего, как известно, началось наступление немецких войск в районе Харькова, в районе Крыма, в Керче, а потом мощное наступление, доведшее немецкие войска до Сталинграда и Северного Кавказа. И лишь только после Сталинграда, и особенно после Курска, стало ясно, что коренной перелом в войне наступил. Поэтому сейчас мы не можем уверенно сказать, что коренной перелом в этой войне наступил. В течение 45 дней, с 21 августа по 6 октября, соотношение потерь боевой техники со стороны Украины и России, которая до этого находилась на уровне в среднем 3,5 в течение предшествующих месяцев, колеблась от 4,2 в самом начальном этапе, то есть в течение первого месяца. Потом опустилась в самой нижней точке до 1,3 к 1, то есть имеется в виду на каждую единицу погибшей, уничтоженной, поврежденной украинской боевой техники приходилось соответственно 4,4,2 или 3,5 или 1,3 единицы российской военной техники. В течение 45-дневного периода, с 21 августа по 6 октября, это соотношение выросло до 8 к 1, то есть на 1 потерянную единицу боевой техники с украинской стороны приходилось 8 единиц потерянной боевой техники с российской стороны. Во время Харьковского наступления или контрнаступления в районе Балаклеем, Купинской и Зюма, это соотношение в течение недели достигло небывалого уровня 17,2 к 1, то есть на каждую единицу потерянной боевой техники с украинской стороны приходилось чуть более 17 единиц потерянной боевой техники с российской стороны. Если взять в целом этот 45-дневный полуторамесячный период, соотношение 8 к 1, это не точное соотношение, но это так называемый, говоря по-английски прокси, приблизительный показатель того, какими могли бы быть соотношения потери личного состава. Мы понимаем, что сегодня армии автомобилизированы, моторизированы, и поэтому гибель каждой единицы техники, у которой есть, как правило, экипажи, у которых, если мы говорим о БМП, БТРах, есть еще лица, которые находятся на борту или рядом находятся, есть артиллерийские расчеты, которые находятся рядом с артиллерийским орудием, есть машины, в которых находятся также водители или в грузовиках, есть, соответственно, в кузовах, есть соответствующие военнослужащие. Есть определенное соотношение, которое более или менее выдерживается в течение этих 8 месяцев войны. То есть, учитывая все это, можно говорить о том, что, видимо, соотношение потерь 6-7 к 1 является достаточно устойчивым для этого 45-дневного периода. Вскоре после того, как опубликован был тот материал, госпожа Анна Моляр, замминистра обороны Украины, выступила с сообщением о том, что на юге соотношение потерь между украинскими и российскими войсками составляет 6,5 к 1, что, в общем, близко к тем самым оценкам, которые были у меня. Ну и, собственно говоря, вот эти цифры, они близки к тем цифрам, которые наблюдались во время так называемой зимней советско-финской войны 1939-1940 годов. В целом, за 105 дней войны соотношение потерь между советскими и финскими войсками тогда составило 5 к 1. Но надо иметь в виду вот нынешние соотношения на полях российско-украинской войны. Вроде бы это соотношение выглядит чуть более, даже более высоким, но оно сохранялось в течение 45 дней. Если мы возьмем весь период войны, уже теперь более 240 дней, то это соотношение, скорее всего, будет ближе к 3,5 к 1. Точнее, между 3 и 3,5 к 1. Поэтому вот в течение этого полуторамесячного периода вооруженные силы Украины по своей эффективности приблизились, я думаю, это будет более аккуратная формулировка, приблизились к эффективности сил обороны Финляндии в ходе зимней советско-финской войны 1939-1940 годов. Если же украинским войскам и в дальнейшем удастся удерживать такой уровень эффективности, превышающий точно 4 к 1, это будет означать, что война на истощение, война в долгую, война бесконечная, на которую, судя по всему, надеялся Путин, является в принципе невыигрышной для Кремля. При соотношении потерь 4 к 1 и выше, война на истощение гарантированно проигрывается России. В английском языке есть такое слово, которое адекватно на русский язык не переводится, оно называется «despair». То есть обычно на русский язык мы переводим «отчаяние», но это не совсем такая, то есть в контексте такая немножко стилистическая особенность английского слова «despair» немножко отличается. Но это свидетельствует того, что состояние лица, который находится в этом положении, находится близким критическим, и он готов бросать все, что угодно для того, чтобы добиться своего результата, поскольку других вариантов нет. Это свидетельство о том, что для Путина стало ясным, ну или по крайней мере для людей, которые сообщают ему сколько-нибудь похожую на правду информацию о положении на фронте и положении в экономике, и положении на дипломатическом фронте, а войну на истощение, войну долгую, Путин выиграть не может. Это, пожалуй, самый главный вывод, к которому должны были прийти, должны были обязательно сообщить Путину по итогам, по крайней мере, 6,5-7 месяцев ведения этой войны. О чем это говорит? Это говорит о том, что соотношение потерь, о котором мы говорили, 8 к 1 в течение полутора месяцев, или даже 4 к 1 за эти 8 месяцев, означает, что войну в долгую Путину выиграть не удается. Это первое. Второе. Падение валютных, ликвидной части валютных резервов, которые по-прежнему находятся в распоряжении Российского Центрального Банка и российских властей, осуществившиеся за эти 8 месяцев более чем на 100 миллиардов долларов, говорит о том, что нынешних оставшихся ликвидных валютных резервов хватит теперь не на 4 года, как это было в феврале этого года, а не более чем на год, если говорить о реальной скорости использования этих валютных резервов в течение 8 месяцев этой войны. Это совсем другие сроки, это совсем другие горизонты, это ставит жесткие границы для Путина относительно экономических условий ведения этой войны. Ну и, наконец, третий фактор, это очевидное дистанцирование Китая, который Путин рассматривал в качестве своего стратегического партнера и союзника, дистанцирование Китая от Путина, от Кремля, от нынешней России. Пока сейчас это дистанцирование носит прежде всего политический, внешнеполитический, дипломатический характер. Тем не менее, Китай отказался от поставок какого-либо военной помощи в адрес России. Китай отказался от поставок экономической помощи. Китай оказывает гуманитарную помощь Украине. Китай сделал демонстративную встречу между министром иностранных дел Китая Иван и министром иностранных дел Украины Дмитром Кулеба во время сессии Генеральной Ассаблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября, во время которой китайский представитель назвал отношения между Китаем и Украиной стратегическими. Как известно, в Самарканде, когда Путин просил, пользуясь словами Ильфа и Петрова, любви и внимания и заботы со стороны Китая в его адрес, он этого не получил. Товарищ И сказал, что у нас есть стратегические отношения по телефону в области культуры, спорта, отношения между провинциями и отношения между отдельными гражданами. Вот все это вместе поставило Путина в очень новое положение, качественно новое положение, из которого вытекает только один единственный вывод. Ту самую длинную войну на истощение, которую, казалось бы, он и его генералы, его советники внутренние готовы были принять после неудачи с попыткой Блицкрига, Эта война не удается, и поэтому ему необходимо осуществить нечто подобное новому Блицкригу. Поскольку сам себе Блицкриг успеха не принесет, необходимо создать впечатление, вот впечатление с помощью угроз, запугивания, шантажа, блефа, чего угодно, что вот сейчас, навалившись с помощью всех ресурсов, он может сломить Украину, сможет сломить ее военным образом, экономическим, психологическим, сможет сломить союзников, партнеров Украины. Именно это сейчас мы и наблюдаем. Естественно, этих ресурсов, сил хватит на какое-то время, после чего выяснится, после провала этих попыток выяснится, что Путин не может выиграть ни Блицкриг, ни войну на истощение, ни вот эту стадию эскалации этого этапа войны. Ни в коем мере не идет речь о заморозке боевых действий. То есть Путин предлагает переговоры, он просит о переговорах. Мы помним его заявление в Кремле, которое он прямым текстом сказал, что говорит, вот мы опять предлагаем, настаиваем на переговорах, о чем, естественно, говорила и Матвиенко, и Песков, а также все посредники и посланцы Путина, включая, естественно, и президента Турции Эрдогана, о том, что Путин готов к переговорам. На самом деле, как правило, все эти заявления сопровождаются интенсификацией боевых действий. Не снижением интенсивности боевых действий, а наоборот, повышением их интенсивности эскалации. Вот уже украинские военные обратили внимание на определенную закономерность. То есть каждый раз, когда Эрдоган заявляет о готовности Путина к мирным переговорам, это было уже не менее трех раз, на следующий день осуществляют наиболее жестокие нападения на украинские города, на украинские объекты, в том числе объекты инфраструктуры. Поэтому здесь мы должны четко различать. Это стандартный классический путинский стиль попытаться добиться желаемого с помощью угроз, шантажа, блефа, давления. Но ни в коей мере не с помощью, так сказать, демонстрации или реальных попыток осуществить переговоры. Нет, это позиция так называемой силы. Но это силы, которой хватит теперь, как мы понимаем, уже не так надолго, как это казалось Путину 8 месяцев тому назад. Ну вот, мы два дня наблюдаем достаточно интересную картину со звонками Сергея Шойгу, министром обороны четырех стран. Некой такой истерии, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу. Ну вот, посмотрим на эти события. Утром 23 октября российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что киевский режим готовит провокацию с грязной бомбой в Украине, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Независимые источники как минимум третье за год сообщения РИА об украинской радиоактивной бомбе не подтверждали. Уже днем 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главам министерств обороны Франции, Турции, Великобритании и США, выразив озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы. Никаких доказательств в пользу своей версии он не предоставил. Британское оборонное ведомство рассказало в твиттере о разговоре Шойгу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Министр Шойгу утверждал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. Министр обороны опроверг эти утверждения и предупредил, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации. Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации, говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД Франции и Великобритании Катрин Колонне и Джеймса Клеверли. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 23 октября призвал отреагировать на заявление Москвы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект. И этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить. Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает только одно. Россия уже все это подготовила. Я считаю, что сейчас мир должен реагировать как можно более жестко. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг, она уже сейчас превентивно и до любой своей новой грязи должна увидеть, что мир это не проглотит. 24 октября на тему грязной бомбы продолжали выступать пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Киев выполняет договор о нераспространении ядерного оружия. Министр официально пригласил МАГАТЭ направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия ложно называет местами разработки бомбы. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси согласился. В отличие от России, Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать, заявил Дмитрий Кулеба. Ну вот такая картина и вопрос Андрея Лаврова. Андрей Николаевич, на Ваш взгляд, зачем проводится вот эта акция? В духе людей убеждают в таком странном. Если у Украины есть возможность создать какое-то оружие, то оно уже у нее есть и она его применит. Такое впечатление, что здесь опять какие-то инструменты вроде ядерного шантажа пытаются использовать. Ну действительно, это так и есть. И, собственно говоря, все, что появилось за эти последние несколько дней в поличном пространстве, свидетельство о том, что ни одного свидетельства, ни одного подтверждения, утверждения, которое сделали Шойгу, Песков, Лавров, не было представлено. Все это заявление, не имеющее под собой никаких оснований. А они являются свидетельством, скорее всего, подготовки действительно крупной провокации российской стороной. И этой провокации, которая бы позволила бы Кремлю оправдать использование гораздо более мощного оружия на театре военных действий в российско-украинской войне. Поскольку до этого мы в течение нескольких недель наблюдаем явно дезинформационную кампанию относительно того, что происходит на правом берегу Днепра, в районе Херсона, то, естественно, возникает ощущение, что даже есть некоторое представление о том, где такая провокация может быть осуществлена. Скорее всего, если они на это пойдут, решатся на это, несмотря на все предупреждения, которые сделаны мировыми лидерами и мировыми организациями, то, скорее всего, это будет там. Видимо, Путин как-то себя решил и со своими этими коллегами решил, что если действительно придется отступать и освобождать от своего присутствия украинскую землю, то ее нужно оставить в таком виде, чтобы у украинцев не возникло желание забирать эту или какую-то другую территорию, потому что она будет абсолютно непригодной для проживания, для использования, для нахождения там. Ну, по крайней мере, такая вот логика вырисовывается из того, что в информационном, точнее, в дезинформационном пространстве осуществляет сегодня Кремль. Ну, будем надеяться, что это, так сказать, какая-то крайняя точка, которая может быть и не... события, которые не случатся. Я хотел вас спросить теперь по относительно экономической ситуации, откуда у российского государства все-таки деньги на военные расходы и большие социальные выплаты? Что сейчас происходит с российским бюджетом, собственно, за счет чего финансируется вот все это предприятие? Вы знаете, Михаил, прежде чем мы перейдем к этой части, все-таки я хотел бы обратить внимание еще на один телефонный разговор, который вы не упомянули, а мне кажется, он заслуживает того, чтобы упомянуть. За два дня до того дня, 23 октября, когда Шойгу позвонил тем четырем министрам обороны, которых вы упомянули, 21 октября министр обороны Соединенных Штатов Остин позвонил Шойгу и имел с ним разговор. Особенность этого разговора заключается в том, что в отличие от других подобных разговоров, которые осуществлялись и до, и после, официальные сообщения с обеих сторон, и с американской, и с российской стороной относительно этого телефона разговора являются исключительно скупыми. То есть никакого содержания ни американская, ни российская сторона не привели, за исключением строчки, теперь уже практически регулярной строчки для телефонных переговоров со стороны Соединенных Штатов Америки, о том, что министр обороны Соединенных Штатов Америки призвал к поддержанию контактов между двумя министрами обороны. Это отражение той скандальной ситуации, которая сложилась еще в феврале этого года, до начала крупномасштабного наступления, когда в течение недели Остин пытался связаться с Шойгу, а тот не брал трубку. И тогда американская сторона вынуждена была предпринять беспрецедентные, в общем, для такого уровня контактов шаги, публично отчитав господина Шойгу за безответственное, такое, как по-английски говорится, childish, детское поведение, когда министры обороны двух крупнейших ядерных супердержав в течение недели не могут поговорить, когда одному из этих министров обороны необходима срочно связаться со своим коллегой и партнером. Так вот, возвращаясь к разговору 21 октября, кроме вот этого дежурного упоминания о необходимости контактов, никакой информации не поступило, и вот уже по прошествии трех дней не произошло никакой утечки ни с одной, ни с другой стороны. И вот этот разговор является гораздо более интересным. Зачем Остин позвонил Шойгу и что именно он ему сказал? Дело в том, что два предшествующих случая, когда Остин звонил Шойгу, являлись довольно исключительными, такими специфическими. Первый раз в 22-м году он звонил 18 февраля, за шесть дней до начала, вот этого крупного масштабного наступления, и, судя по пресс-релизу, предупреждал Шойгу от осуществления крупномасштабного вторжения в Украину. Второй раз он звонил 13 мая 22-го года. Это был, наверное, пик или, скажем, дно, самый тяжелый момент для Украины, когда российские войска ввели наступление, когда соотношение огневой мощи между российскими войсками и украинскими составляло минимум 10 к 1, когда российские войска выпускали до 60 тысяч снарядов ежедневно, когда российские войска, пусть медленно, но продвигались по украинской земле, занимая один населенный пункт за другим, когда разворачивалась битва за северо-донецкой, и когда Владимир Зеленский говорил о том, что потери с украинской стороны достигли 100 человек ежедневно. Вот в этот момент Остин позвонил Шойгу и предложил перейти к соглашению о прекращении огня. Ну, оно, естественно, было проигнорировано. Но эти два случая, соответственно, 18 февраля и 13 мая, показывают, какими обстоятельствами сопровождались предыдущие звонки Остина. Это действительно исключительные события с точки зрения американской стороны, когда министр обороны Соединенных Штатов Америки вынужден брать трубку телефона и звонить своему российскому коллеге. И вот с 13 мая до 21 октября, то есть в течение пяти с лишним месяцев, никаких телефонов, разговоров не было. И, судя по тому, что, естественно, Шойгу проигнорировал предупреждение Остины и 18 февраля, и обращение его 13 мая, можно понять, что большого желания Остина еще раз общаться к Шойгу не было. И, следовательно, если он все же взялся за трубку телефона и позвонил, должны были быть какие-то веские, очень серьезные основания для того, чтобы он это сделал. Что именно обсуждали Остин и Шойгу, у нас, по крайней мере, до сих пор неизвестно. Пока нет никаких официальных ни сообщений, нет никаких утечек, на которые, например, так склонны ряд американских СМИ, близких к Белому дому и Пентагону, по-прежнему ничего этого нет. Но я бы обратил внимание на сообщение телекомпании CBS, которое вышло в эфир несколькими часами спустя после того, как появилось сообщение о телефонном разговоре между Остином и Шойгу, а потом между Остином и Резниковым. Собственно говоря, после разговора с Шойгу Остин позвонил Резникову. Этот материал телекомпании CBS рассказывал о нахождении 101-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Румынии. О том, чем занимается эта 101-я дивизия. Должен сказать, что этот репортаж является абсолютно беспрецедентным не только для вот этих 8 месяцев войны между Россией и Украиной, но и за все почти два года действия нынешней американской администрации. Я назову лишь несколько характеристик, делающих этот репортаж и ту информацию, которая прозвучала в этом эфире, абсолютно уникальной, не беспрецедентной, какой мы раньше не видели. Первое. 101-я воздушно-десантная дивизия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки это ударное штурмовое соединение в Соединенных Штатах Америки наряду с 82-й воздушно-десантной дивизией это самая подготовленная, самая элитная часть вооруженных сил США. Но для российскими аналогами будут, наверное, это Псковская и Рязанская воздушно-десантная дивизия наиболее подготовленные части. Второе. За 80 лет, после 1945 года, 101-я воздушно-десантная дивизия никогда не находилась на территории Европы. Третье. 101-я дивизия участвовала в битве в Нормандии и была высажена в тыл немецких войск во время большого наступления союзников, начатого 6 июня 1944 года. Затем та же дивизия участвовала в подобного рода операциях в войне Кореи, в войне в Вьетнаме, в войне в Ираке. И еще раз скажем, за все эти почти 80 лет 1945 года эта дивизия никогда не дислоцировалась в Европе. Впервые она была дислоцирована летом 1922 года в Европе. Где она была дислоцирована? Это тоже следующее очень важное обстоятельство. Она была дислоцирована не в Польше и не в Балтии, которые в настоящее время в условиях нынешней российской и украинской войны являются довольно глубоким тылом для войны. Она была дислоцирована в Румынии, которая находится к театру военных действий на кратчайшем расстоянии. И в том репортаже, о котором я говорю, было подчеркнуто, это было подчеркнуто и американскими военнослужащими, и журналистам, что сегодня 101-я воздушно-десантная дивизия находится на кратчайшем расстоянии до театра военных действий в Украине. Более того, там был представлен разговор с командиром фактически бригады этой дивизии. Сейчас на территории Румынии находится 4700 военнослужащих. Это полноценная бригада. Чем занимается эта бригада? Бригада занимается изучением российских войск, наблюдением, изучением, сопровождением. Для чего? Дословно было сказано to fight them, то есть вести боевые действия с российскими войсками. Никогда ничего подобного не заявлялось прямым текстом, по крайней мере в публичном пространстве. Наконец, журналист, который вел этот репортаж, был посажен вместе с офицерами этой дивизии на вертолет и совершил облет побережья Черного моря Румынии. Затем вертолет пролетел в трех милях от румынско-украинской границы, и зрителям дали возможность наблюдать эту границу с борта вертолета. А затем и показали то, что видно с вертолета на расстоянии 20 километров находится остров Змеиный, находящийся под украинским контролем. Все это сопровождалось комментарием о том, что десантники американские готовятся использовать, воспроизводят полностью наиболее точно характер военных действий российских войск. И на прямой вопрос журналиста, готовы ли вы действия, ответил, да, готовы действия. Когда вы готовы действия? Хоть сегодня вечером. Андрей Николаевич, я думаю, что если мы будем погружаться во все эти подробности, мы, тем не менее, вряд ли уйдем от того, что это действительно форма какого-то предупреждения, ультиматума, что вы нам, собственно, и объяснили. Так что здесь, в общем, понятно, зачем это все сделано и как это все сделано. Я завершу, потому что самое главное все-таки заключается в последней фразе, которая была сделана в этом репортаже. Репортер сообщил о том, что мы готовы действовать в любой момент, как только и готовы перейти на украинскую территорию. Должен сказать, это заявление является абсолютно беспрецедентом. Было сказано, когда мы получим такой приказ. Дело в том, что переход границы, это является не просто военным, но военно-политическим и политическим действием. Для того, чтобы такой сигнал прозвучал в эфире, и такого ресурса, как CBS, для этого необходимо получить было соответствующее разрешение, если не прямое указание, если не прямой приказ. То есть, качественное изменение отношения с американской стороны продемонстрировано. Это довольно существенное предупреждение. И, возможно, то, о чем вы говорили, и мы говорили с вами относительно, так сказать, провокации с грязной бомбой, это попытка Кремля каким-то образом купировать то реальное предупреждение, которое прозвучало за два дня до этого с американской стороны. Ну, давайте теперь все-таки хоть чуть-чуть по вашей специальности об экономике. Вот ситуация, так сказать, с российским бюджетом, доходами и валютными резервами, о чем вы, правда, уже коротко упомянули. Вводит ли она Россию в какой-то действительно экономический кризис на фоне военной эскалации, про которую мы сейчас говорили? Я думаю, что тут надо четко различать, что бюджетная ситуация ухудшается, достаточно быстро ухудшается. Мы видим, что от профицита бюджета в конце лета российская экономика перешла к дефициту бюджета. Видимо, этот дефицит станет более очевидным по итогам и данных третьего, и особенно четвертого кварталов, особенно после того, как начнут действовать более эффективно внешние санкции, ограничивающие экспорт российских энергоносителей. Тем не менее, некоторый запас прочности в виде резервных фондов, фонда национального благосостояния, позволит проводить бюджетные операции на приемлемом уровне не только в этом году, но, видимо, и в начале следующего года. И поэтому сама эта бюджетная ситуация не является столь драматичной, какой является ситуация с валютными резервами. Вот мы видим, что в течение этого года, начиная с февраля, давались в том числе и разные прогнозы о том, насколько сократится объем российского ОВП в 2022 году. Он действительно сократится, по-прежнему идут дискуссии, насколько очевидно не на те 30 или 20 или даже 10 процентов, которые предсказывали в феврале-марте этого года. Это сокращение будет меньше. И хотя дефицит бюджета действительно будет, он пока еще не окажется столь серьезным и столь опасным для российской экономики, гораздо более драматическим является положение с валютными резервами. Мы по-прежнему не знаем, сколько на самом деле ликвидно, какова величина ликвидной части российских золотовалютных резервов. На 24 февраля эти резервы составляли 643 миллиарда долларов. Затем, по заявлениям госпожи Набиулина и госпожи Силуанова, порядка 300 миллиардов долларов валютных резервов были заморожены западными санкциями. Соответственно, осталось порядка 343 миллиардов долларов. Затем, за эти 8 месяцев эти резервы упали еще на 102 миллиарда долларов. То есть, таким образом, остается 240 миллиардов долларов. К этому следует добавить, что из этих 240 миллиардов долларов, примерно 30 миллиардов долларов находятся на счетах Международного валютного фонда, так называемая резервная позиция, плюс средства в СДР, в специальных правах заимствования, которые ограничены по использованию. Затем, примерно 130 миллиардов долларов резервов находятся в золоте. Золото является менее ликвидным ресурсом, чем чистые валютные резервы, плюс против российского золота операции с российским золотом введены санкции. Они носят ограниченный характер, поэтому золото, конечно, можно будет продать в Дубае, в Сингапуре, наверное, в Гонконге, но, видимо, со скидкой, видимо, в ограниченных объемах. Как бы то ни было, чисто ликвидной валютной части резервов, если вот эти все цифры, которые унаследованы из последних сообщений Центрального банка, если они верны, то тогда, собственно говоря, ликвидная валютная часть валютных резервов составляет, очевидно, ну, видимо, порядка 80 миллиардов долларов. То есть это гораздо меньше, чем те 643 миллиарда долларов, которые были в распоряжении Кремля на начало этой стадии войны. Но если верны те слухи, которые полнятся на рынке о том, что не менее 70 миллиардов долларов российских валютных резервов инвестировано в Юань и находятся на счетах в китайских банках, то ситуация становится гораздо более драматичной, поскольку в Юань легко инвестировать, но гораздо труднее оттуда выводить. И вот любые, соответственно, изменения валютной позиции России в настоящее время могут оказаться гораздо более драматичным, чем то, что сообщают официальные источники. Но и внутри этой России как это может сказаться? Это может сказаться, скорее всего, в том, что Центральный банк в ближайшее время будет принимать гораздо более жесткое регулирование по изъятию валютных средств со счетов как компаний, предприятия, так и населения. И если вот те расчеты, отчасти из которых мы с вами сейчас только что говорили, являются верными, то мы увидим изменение валютного курса, увидим усиление давления на валюту и, соответственно, еще большую изоляцию России от мировой экономики. Да, действительно, в такой ситуации можно будет продолжать внутреннюю, такую автортичную экономическую политику, но это означает, что практически любые операции с внешним миром, в том числе и самые базовые по обеспечению самых-самых важнейших минимально жизненных функций, будет невозможно осуществить. Мы в этом смысле пойдем по пути действительно либо Северной Кореи, либо Ирана, либо Кубы, находящихся под жесткими валютными санкциями со стороны окружающего мира. Ну а грядущее усиление санкций, скажем, по нефти, оно может еще более усугубить ситуацию? Да, действительно, так и ожидается, собственно говоря. На это они и нацелены, и, собственно, по всем прогнозам, объемы продажи российской нефти на мировых рынках к концу этого года, особенно с начала нового года, должны существенно сократиться, и, соответственно, вместе с ними должно сократиться поступление валюты в российские резервы. На ваш взгляд, будет ли увеличена помощь Украине, или она вполне достаточно сейчас для поддержания жизненного уровня в стране, ну и для обороны? Это должно различать разные элементы помощи Украине, экономическую или, прежде всего, финансовую, гуманитарную и чисто военную. Украинцы уже сказали, что ту обещанную помощь, которую, например, обещал оказывать Европейский Союз в размере 9 миллиардов долларов, он задерживает и не предоставляет, и Украина сейчас, с экономической точки зрения, находится в очень тяжелом положении. Но главное направление, конечно, это военная помощь. Военная помощь, к сожалению, оказывается в объемах существенно меньше, чем то, что запрашивают украинцы, и в еще более меньших объемах, чем это действительно необходимо для достижения паритета с агрессором, и тем более для перелома, вот того самого коренного перелома в войне, о котором мы с вами говорили в самом начале нашей передачи. Сейчас поставки военной помощи со стороны Соединенных Штатов вот в этих первые 8 месяцев осуществлялись на уровне примерно 1,3 миллиарда долларов в месяц. В оставшиеся 3 месяца года она осуществляться будет, видимо, на уровне 1,1 миллиарда долларов в месяц. То есть это в том случае, если нынешняя американская администрация будет выполнять, собственно говоря, решение, которое было принято Конгрессом о предоставлении военной помощи. Потому что в первые 8 месяцев как минимум 2,3 миллиарда долларов военной помощи, которые были определены Конгрессом для Украины, так и не были предоставлены по решению американской администрации. Так никто и не дал объяснение, почему американская администрация решила не давать Украине ту военную помощь, которая была одобрена уже Конгрессом и находилась в бюджете. А со стороны других союзников помощь Украине оказывается на уровне примерно 700-800 миллионов долларов в месяц. То есть совокупно это примерно 2 миллиарда долларов в месяц. Вместе с непосредственно украинскими войнами расходами составляет порядка 6 миллиардов долларов. Наша оценка российских военных расходов по всем каналам, минимальная оценка это 15 миллиардов долларов ежемесячно. Таким образом российские военные расходы как минимум в 2,5 раза превышают украинские расходы в ежемесячном выражении. При всем уважении к таланту, воле, инициативе украинских военнослужащих, при всем признании того, что часть военной техники, правда в очень небольшом количестве поставленная западными союзниками, по качеству превышает российские образцы. Тем не менее, вот это соотношение военных расходов не позволяет Украине даже достичь военного паритета. Военная помощь со стороны и Соединенных Штатов Америки, и других союзников, должна быть увеличена минимум в 3 раза. Почему именно в 3 раза? Это та цифра, которая позволит добиться как минимум военно-финансового паритета, то есть паритета с точки зрения военных расходов. Это предварительное условие для подготовки перелома на поле действий, на театре военных действий. Известно, что, например, во время Второй мировой войны по совокупным военным расходам страны-союзники, то есть Великобритания, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, уступали странам ОСИ, Германии, Италии, Японии и всем территориям, которые находились под контролем германских, итальянских и японских войск, соответственно, в 1939, 1940, 1941, 1942 годах. Перелом в войне, о котором мы с вами говорили, который на Восточном фронте произошел в результате Сталинграда и Курска, а на Тихом океане, очевидно, после Мидуэя и битвы в Коралловом море, значит, с высадкой союзников в Африке, а потом в Италии, это все уже, так сказать, конец 1942-го, а 1942-й и 1943-й годы. То есть связь между достижением военного финансового паритета и достижением коренного перелома на фронтах достаточно прозрачная. Если эта война не короткая, если это не плитскрик, если это длинная война, то в этой длинной войне ключевой фактор приближения или достижения паритета, военного паритета на поле боя, предварительное условие, это достижение военного финансового паритета. Следовательно, для этого необходимо обеспечить, чтобы суммарные военные расходы Украины и ее партнеров, направляемые именно на военную операцию в Украине, как минимум были бы близки к российским военным расходам. На ваш взгляд, теряет ли экономическая система, которая сложилась в России, свою эффективность как относительно действия санкций, так и из-за вот этого введения чрезвычайного положения, создания параллельных разных структур, координационных советов и всего прочего? Может быть, здесь тоже произойдут важные изменения? Ну, это еще не дно, а, собственно говоря, известная фраза, говорит, мы думали, что они уже на дно, на дне нет, они продолжают копать дальше. Но мы ведь недавно видели не только вот эти все решения, о которых вы сказали, у нас оказывается еще и ректор Российской Академии Народного Хозяйства господин Мао, только что вышедший из-под уголовных там преследований, обвинений, выступил за осуществление мобилизационной экономики. Ну, поэтому пределы уничтожения российской экономики и благостания российских граждан еще не достигнуты, еще все впереди. Поэтому любопытно наблюдать, как лица, которые воспринимались в нашем сознании, мы неоднократно это обсуждали в качестве сторонников якобы либеральной экономики, идут плотным путем Сергея Юрьевича Глазьева, большого сторонника мобилизационной экономики, мобилизационных действий. Различия между одними и другими теперь уже трудно найти. Ну, вот здесь вот я бы посмотрел на то, как осознает население свое положение, видит ли оно виновников ухудшения и вообще видит ли оно ухудшение. Я не думаю, что это совсем уж следствие действия нашей страны. Да, конечно, ухудшилось. Я считаю, что вся ситуация, которая сейчас происходит, она сильно на это повлияла. Я думаю, что мы идем как бы ко дну. Я, откровенно говоря, не вижу сильных ухудшений. В экономике я считаю, что частично виновата власть. Я не вижу ухудшения сильного ситуации, честно говоря, по моему уровню. Она такая колеблющаяся, нестабильная. Я думаю, да, ситуация изменилась, но все же пока мы видим не настолько негативную тенденцию, чтобы говорить о том, что ситуация изменилась и бесповоротно ухудшилось положение россиян в настоящее время. Много факторов тут задействовано. Я думаю, глупо говорить то, что виновата какая-то одна сторона. Нет, я так не считаю. То, что было два кризиса, один связанный с пандемией, другой связанный с тем, что нарушены торговые отношения, приходится все перестраивать, безусловно, это повлияло. С чего вы взяли, что ухудшилось? На самом деле был толчок для России экономический, чтобы развернуться с запада на восток. Скорее всего, в этом вопросе виноваты президенты других стран, Евросоюза, США и так далее. Но я бы не сказал, что только власти виноваты, поэтому здесь нужно просто разбираться и иметь образование, как минимум, финансовое. Да, полностью виноваты. С того, что вводят санкции, поэтому все хуже становится. А я считаю, что нет. Власти не виноваты. Ну вот, и вопрос, собственно. Какие цели будет ставить власть и что получит российское общество в результате продолжения этой политики? Знаете, я должен сказать, что мне очень нравятся те опросы, которые ваши корреспонденты проводят на улицах Москвы по тем или иным вопросам, которые вы вставляете в передаче с вашими собеседниками. В частности, вот этот опрос, который вы показали, очень показательный, очень любопытен. Он говорит о состоянии индивидуального сознания и общественного сознания, в том числе и, прежде всего, конечно, в столице России. Если бы мы могли воспользоваться машиной времени и перенестись лет на 80 тому назад и попытаться задать те же самые вопросы жителям Берлина, не знаю, в 42-м году, в 43-м, в 44-м году. Вот интересно, что бы они сказали и в какой степени их ответы были бы похожими или совпадали бы с ответами жителей Москвы осени 22-го года. И когда, собственно говоря, жители Берлина стали понимать, что то положение, в котором они находятся, экономическое положение, а потом начинающееся рушиться перед их глазами здание в результате бомбардировок, вот они совпадают с действиями их собственной власти. Интересно, вот когда к этому же состоянию будут приближаться те вот лица, с которыми беседуют ваши журналисты? Мне просто становятся все более интересны вот эти параллели, к которым невольно приходится обращаться, и которые дают невероятную пищу для размышлений и информации. И, конечно, важнейшая история для всех нас, для граждан нашей страны, это вопрос о том, что происходит с сознанием наших сограждан, и когда они в состоянии будут воспринимать более или менее объективно то, что происходит и в стране, и в мире. Вот это важнейшая задача, без которой, собственно говоря, никакого шага вперед совершить невозможно. Да, мы понимаем, есть пропаганда, да, мы понимаем, насколько эффективно работают всякие каналы, тем не менее, когда искажение в сознании окружающей действительности приобретает такие масштабы, спрашивается, что может вести из этого состояния зомбирования миллионы, десятки миллионов людей, которые находятся сейчас в России.